Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я расскажу вам, как прошла предпраздничная неделя в городе. Мир без нацизма. В преддверии Дня России Рязань присоединилась ко всероссийской акции. Кроссфит для спасателей. Соревнования среди сотрудников МЧС выглядят впечатляющими. Рязань присоединилась к общероссийской акции «Мир без нацизма». В Приокском руководство регионального УФСБ и ветераны органов госбезопасности возложили цветы к памятнику Владимира Молодцова, командира партизанского отряда в Одессе в период Великой Отечественной войны. «Мир без нацизма» – акция общероссийская. В каждом городе к ней присоединяются деятели культуры, музыканты, актеры. В Рязань поддержать слоган нового времени приехал известный советский и российский актер Василий Мищенко. Во мне сидит это генетически. Я против нацизма, против фашизма. Был, есть и буду до конца. Тем более, если сегодня, зная, что моя страна и мои люди моей страны воюют с этим нацизмом, мне, как творческому человеку, быть в стороне, вы знаете, это стыдно и паскудно было бы быть. Для заслуженного артиста России Василия Мищенко вопроса «за» или «против» акции не стояло в принципе. Его родители в Великую Отечественную прошли фашистский концлагерь, так что выбор был очевиден. Спецоперация Вооруженных сил России на Украине – это наша борьба за мир. Как мне, гражданину, например, России, жить и существовать, когда другая нация говорит, запретит русский язык, запретит культуру. И вообще, как бы, эта нация русская должна исчезнуть с лица земли. Понимаете, я прожил длинную и долгую жизнь, чтобы, так сказать, вилять хвостом, как та собака. Знаете, нет, боже упаси. Поэтому за это надо бороться. И, естественно, только в борьбе, победив нацизм, мы будем жить в мире, в согласии и в добре. Выбор места проведения акции «Мир без нацизма» в Рязани, памятник разведчику Владимиру Молодцову, вовсе не случайен. В начале Великой Отечественной, в Одессе, он был одним из основных борцов с фашизмом. Точно таким же, как наши ребята, которые сейчас защищают страну на украинских рубежах. В Рязани впервые прошли соревнования по пожарному многоборью. Посвящены они 200-летию пожарной охраны области. В соревнованиях приняли участие команды пожарно-спасательных частей. Валерий Седов продолжит. Вес такой покрышки больше 100 килограммов. И переворачивать ее нужно не раз или два, а прямо до финишной черты. И это после маха в гире и упражнения со штангой. Все это только один этап соревнований по пожарному кроссфиту. Первыми вышли показать себя огнеборцы пожарно-спасательной части номер один. С медболом. Этот мяч мягкий, весит 9 килограмм. Третий этап – работа с пожарным рукавом. Нужно попасть в мишень. Когда емкость за ней переполнится водой, прозвучит сигнал. Он означает, что команда соревнований окончила. Считается общее время плюс штрафные баллы. Если они, конечно, есть. Вот этот вид, он как бы наиболее максимально показывает ту работу, которую пожарный выполняет на пожаре. То есть это физически тяжело. Это действительно показывает труд пожарного. На старт сегодня вышли 11 команд. В каждой по три человека. Притом здесь есть и государственные пожарные, и сотрудники частных ПО. Руслан Сидоров с командой приехал из Касимова. Команду набрал из физически крепких парней. Такие были. Были у нас тренировки. Пришло положение. Несколько раз бегали, готовились. Ну, в принципе, планируем занять первое место, а там как пойдет. Пожарный кроссфит проходит в Рязани впервые. Но без фундаментальных отличий структуру этапа взяли у других регионов. Вот разве что усложнили программу. Мы его усложнили. Все участники будут проводить упражнения, включенные в аппараты, дыхательные аппараты. То есть, вы сами понимаете, аппарат тяжелый, боевая одежда. И, соответственно, выполнять физические упражнения в таком аппарате довольно тяжело. Вес такого баллона вместе с остальным снаряжением больше 20 килограммов. За тем, как все присоединено, следят судьи. Кстати, правильно собранная амуниция – это плюс пару секунд на дистанции. В реальной обстановке это может стоить даже жизни. Поэтому нормативы железные. Победителей ждут памятные призы. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. 30 школьников из 28 районов получили паспорта из рук временно исполняющего обязанности губернатора региона Павла Малкова. Главный документ в торжественных условиях вручали в рамках акции «Мы граждане России», которая проводится в области с 2002 года. В этом году мероприятие приурочили ко Дню России. Первый в жизни официальный документ – паспорт. Получение его означает многое. Новая ответственность, новые обязанности. Сегодня в зале торжеств правительства региона самые яркие представители – рязанских школьников. Начинается новый этап биографии. Вы стали взрослее, получили удостоверение личности, ну и теперь вправе сами принимать многие решения. Взвешивайте каждый шаг и помните всегда об ответственности за все свои поступки и за всю свою жизнь. Какой она будет, это зависит на самом деле только от вас. Вы все молоды, но уже многого добились. Я знаю, что здесь собрались необычные ребята. И вот именно такие люди, амбициозные, активные, нужны региону. Среди собравшихся будущие артисты, ученые, спортсмены и врачи. Профессий много. Какой путь выберет каждый из этих ребят, пока неизвестно. Но поддержка и мотивация у них уже есть. Хотел бы связать жизнь с чем-то творческим. Например? Ну, например, артист. К примеру, как вариант. Я испытываю, можно сказать, гордость за свою страну. И мне нравится как бы быть уже самостоятельным человеком. Я стала частью российского государства. Я стала частью гражданином. Я стала взрослее. И, конечно же, получение паспорта – это очень удивительный, волнительный момент. И я запомню его. Я очень люблю рисовать. Я хожу на художественный кружок. И я планирую стать дизайнером. Чего свяжется в своей жизни пока, предварительно? Как же это? Наверное, с животными. Помогать природе, животным, бездомным. Благотворительность. Кем бы ни стали эти ребята в будущем, они уже к своим 14 годам демонстрируют активную гражданскую позицию. Отличники учебы, музыканты, спортсмены, волонтеры и активисты молодежных организаций. Впереди у них целая жизнь. И при том же подходе она непременно будет успешной. Депутаты Касимовской городской думы решили выплачивать двойную зарплату депутатам, командированным на Донбасс. Причем решение об этом приняли на закрытом заседании местного парламента. Об этом сообщил интернет-портал Витсбоку. Рязанские журналисты выяснили, что теперь в случае командировки чиновникам и работникам муниципальных учреждений, помимо двойного оклада, полагаются суточные в размере 8 480 рублей и некие безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов. Наша редакция считает этот случай вопиющим. И вот почему. Коллеги, я предлагаю снять данный вопрос с повестки дня, не рассматривать его на этом заседании, а рассмотреть его на очередном заседании Касимской городской думы. Причина в том, что вопрос не проработан, не подготовлен. То есть за трое суток нам его не показали, не предъявили. Все сделали в каком-то конспирологическом порядке. Все это быстро, откуда-то из рукава вынули, нам предъявили. Не готов вопрос, Галина Ивановна. Не готов. Я предлагаю снять с повестки дня. Это видео с того самого странного заседания Касимовской городской думы. Местный депутат Владимир Сорокин предлагает отложить вопрос о безапелляционном повышении оклада в случае командировки в ЛДНР или хотя бы его обсудить. Поддержки не находят. Более того, конспирология продолжается. Я предлагаю данный вопрос провести в закрытой режиме для Касимской городской думы, чтобы обсудить его без, так скажем, цепи депутатов. От кого закрываться-то будем, Олег Михайлович? Мотивировка более чем разумная. Во-первых, с каких это пор поездка на Донбасс стала доходной частью депутатских бюджетов? А ведь помимо двойных окладов, как пишут углубившись в вопрос рязанские журналисты, там же еще почти 8,5 тысяч суточных, плюс некие безотчетные суммы. Серьезно? А не жирноват или будет этим двойным ударом бить по Касимовскому бюджету? Кто-нибудь слышал о том, что Касимов стал городом-побратимом, ну скажем, Бердянской или Мелитополя, чтобы регулярно делегировать представителей муниципальной власти, если даже Рязань в этом вопросе пока молчит? Что тоже на этом фоне выглядит довольно странно. Хотя общеизвестно, что, например, Москва стала городом-побратимом Луганска, Вологодская область берет шефство над Алчевском, а Курская над Первомайским районом ДНР. Есть ли в этом списке Касимов? Ответ – нет. Да, можно предположить, что чиновникам необходимо сопровождать гуманитарные грузы, если они из Касимова, конечно, вообще отправляются. Но, простите, гуманитарка – это на 100% волонтерство. Никаких выплат здесь не полагается. А быть патриотом за деньги – это, конечно, в нынешних условиях настоящая дикость. Ну а что, съездил на границу Донецкой области, сделал несколько удачных фотографий – и вуаля, личный бюджет пополнен за счет налогоплательщиков, я напомню. Очень надеемся, что прокуратура опротестует это депутатское решение, циничное и несвоевременное. Региональные власти компенсируют малоимущим гражданам затраты на внутреннюю догазификацию участков. Сумма субсидии – до 30 тысяч рублей. Такое изменение на правительстве анонсировал временно исполняющий обязанности руководителя региона Павел Малков. Кроме того, речь шла об увеличении скорости движения поездов до Москвы, обновлении уличного освещения в Рязани, а также о протесте на строительство песчаного карьера в Заокском. Участок железной дороги от Рязани до Москвы – самый загруженный в России. Как бы это фантастически не звучало, но это данные РЖД. С руководителем компании Олегом Белозеровым, по словам Павла Малкова, разговор получился предметным. Обсудили все накопившиеся вопросы, в том числе и расширение дороги под путепроводом в начале Первомайского шоссе, строительство путепровода на станции Рыбная. Там сегодня по 14 часов в день переезд закрыт, как мне докладывали. И задыхается в том числе и промышленное предприятие, которое там расположено. Обсудили возможности реконструкции вокзала. Конечно, затронули и самые-самые чувствительные вопросы. Это вопрос ускорения прохождения поездов до Москвы. Вопрос с обновлением уличного освещения – прерогатива рязанцев. Окончательное решение за ними. Именно поэтому голосование за выбор проекта продлили до 10 июня. Следующий шаг к установлению обратной связи – публичная реакция Павла Малкова на недавний митинг в Заокском. Там, напомним, местные выступают против строительства песчаного карьера. Люди выражали опасение, что строительство карьера может нарушить экологическую ситуацию в этом районе. И вот мне здесь очевидно, что и органы власти, и профильные структуры не дорабатывают. Те, кто за это отвечают. То есть диалог отсутствует. Разъяснительная работа не ведется. Поэтому я прошу, не откладывая, завтра выехать на место, выслушать людей, обсудить ситуацию, дать пояснение. Говоря про пояснение, в Рио губернатора, видимо, имел в виду устную форму. К письменной у Павла Малкова есть отдельные претензии. В некоторых серьезных документах от чиновников правительства он обнаружил орфографические ошибки. Для документов такого уровня, как заявил руководитель региона, это просто недопустимо. В этом году на улицах Рязани заменят более 15 тысяч светильников. Теперь из двух вариантов тональности ламп выбирать будут горожане. Об этом на специальном брифинге объявила мэр Елена Сорокина. На портале госуслуги голосование уже стартовало. Результаты будут известны в ближайшее время. Нейтральный или теплый? Эта дилемма пока что главная тема обсуждения в городской мэрии. Свет на улицах Рязани в этом году точно будет. Вот только выбирать безапелляционно власти не станут. Мнение горожан в этом деле первостепенно. Те варианты, которые у нас представлены сейчас для голосования, то есть если мы берем сейчас светильники нейтральные, из наших расчетов планируется установка более 14 тысяч светильников. Если мы берем теплый свет, то соответственно у нас получается под установку подпадает чуть больше 9 тысяч светильников, исходя из того, что данные светильники дороже по цене сейчас на рынке. На новых фонарях установят защиту от перепада напряжения, что продлит срок их службы. С подачи руководителя региона Павла Молкова голосование по выбору тональности уже стартовало. Ведь холодный свет рязанцы отвергают категорически. У нас запланировано к замене улицы с наибольшим интенсивным движением. На них планируется установить светильники мощностью от 120 до 300 ватт, с того температура от 2700 до 4000 кельвинов, которая максимально приближена к дневному свету. И световой отдачей более 140 люмин на ватт. В настоящее время те светильники, которые установлены в городе, имеют световую отдачу практически в два раза меньше. Вопрос об уличном освещении в Рязани возник еще в середине прошлого года, когда закончился срок скандально известного энергосервисного контракта. Светильники на 26 улицах оказались некачественными. Ущерб составил более 10 миллионов рублей. Мы, конечно же, читали, знакомились с мнением горожан, в том числе и в соцсетях. Встречались во время выездов, во время личных приемов. К нам обращались рязанцы. Но сами мы никак не могли решиться. Это не молодушек. Это тяжелый бэкграунд прошлого энергосервисного контракта. Мы боимся ошибиться. Установку новых фонарей на улицах города в мэрию планируют начать после 1 августа, после проведения необходимых торгов и заключения контракта. Герман Гущин, Дмитрий Ифимов, телекомпания «Город». С начала этого года в Рязани и области специалисты Россельхознадзора выявили 6 несанкционированных свалок. Здесь и бревна, и доски, и много еще разного рода твердых бытовых отходов. Здесь, на территории Дубровича, только одна из шести несанкционированных свалок. Всего в Рязанской области их три. Общей площадью почти 2 гектара. Проблема еще и в том, что находятся они на землях сельскохозяйственного назначения. Полиэтилены, бутылки, доски, обгоревшие бревна – все это сразу бросается в глаза. А еще шины. Есть тут и они. Это, кстати, отходы четвертого класса опасности. По закону их нужно сдавать. Например, в шиномонтаж. Да еще и доплатить. За такую вот утилизацию попросят от 20 до 50 тысяч. На одной только этой свалке штрафов наберется на несколько десятков тысяч. А это только одна из трех новых помоек в Рязанском районе. В этом году у нас уже установлены два случая, то есть две свалки с загрязнением. То есть установлены, отбирались пробы сотрудниками, установлены загрязнения тяжелыми металлами. То есть уже эти участки, которые даже если убрать весь хлам с территории, с поверхности почвы, уже эту почву нельзя использовать сельхозпроизводство без рекультивации, восстановления нарушенной части. Свалка в Дубровичах – одна из таких. Пожаловались на нее местные жители. Кстати, уже не первый раз. В прошлом году ее убрали, штрафы выписали. В этом она появилась снова. Площадью почти в пять тысяч квадратных метров. Остальные пять менее масштабные. Тысяча квадратов в Шацком районе и три тысячи в Спасском. По результатам данных мероприятий, всем владельцам этих земельных участков, сельхозназначения, где были выявлены свалки, управление выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Связано почему предупреждением, предостережение, потому что в этом году у нас ограничение, наложенное законодательством на возбуждение дела административных правонарушений. Сейчас закон руки все же связывает. В прошлом году, например, на уборку территории от мусора старались давать минимальный срок. Месяц, а то и два. На рекультивацию – семь. В 21-м году выявили 13 таких свалок. Штрафов выписали на миллион с лишним. Сейчас контролируют предостережениями. И, видимо, не зря. Местные жители рассказали, что заметную часть несанкционированной мусорки уже вывезли на 15 КАМАЗах. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. О так называемом бесконтактном мошенничестве наша телекомпания рассказывала не раз. Мол, звонят злоумышленники, представляются сотрудниками банков, списывают деньги. Об этом полиция предупреждает неоднократно. Но что делать, когда тебя пытаются обхитрить на доверие и лично? С пенсионером Владимиром Келлиным некие весьма предприимчивые люди поступили именно так. В руках у Владимира Келлина пять актов приема-передачи. Они же товарные чеки. Каждый на сумму почти 10 тысяч рублей. Супруга Владимира Ида на такую сумму купила цифровое реле контроля напряжения. Пять штук. Красная цена в интернет-магазинах 700 рублей. Доверчивым пенсионерам продали за 9 990. Торговцы представились инспекторами электрохозяйства. Они зашли, вставили какой-то прибор в розетку и сказали, что у вас неправильная, так сказать, электроэнергия. Может взорваться и холодильник, и телевизор, и так далее. Для того, чтобы этого не было, вам нужно предохранительный реле. Ида Келлина решила, что это бесплатно. И дала добро на установку. Таким макаром эти инспекторы установили 5 реле в квартире. Притом даже в розетку, которой никто не пользуется. За диваном. И выписали 5 товарных чеков на общую сумму почти в 50 тысяч рублей. Она 20 тысяч своих отдала. Пенсия была 16-го у нее. 20 тысяч моих. И на лекарства она оставляла остальные. Когда пенсионерка опомнилась, продавцов уже и след простыл. Как выяснила счета пенсионеров, в тот же день предприимчивые гости пробежались по соседним квартирам. Оформили еще пару-тройку товарных чеков. И пропали. Владимир и Ида подали заявление в полицию. На момент съемки сюжета правоохранители заявку зарегистрировали. Начали проверку. Юристы говорят, что первый шаг супруги сделали верный. Параллельно, что нужно сделать покупателю, это обратиться к продавцу с претензией в соответствии с законом Российской Федерации 1992 года о защите прав потребителей. В данной претензии необходимо указать о своем намерении расторгнуть договор, так как он был заключен под влиянием обмана. Заявить требования о возврате оплаченных денежных средств, неустойке и компенсации морального вреда. Претензию нужно направить по юридическому адресу, указанному в договоре. Если фирма откажет, то можно обращаться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей. Семья Келлиных применила другую методику. Послали заказное письмо в организацию. Любой ответ, говорят, уже документ для суда. Но все упирается в другой важный вопрос. Реально ли вернуть деньги? Вопрос о взыскании денежных средств, он решается в порядке исполнительного производства. Если у данной фирмы на расчетном счете деньги есть, то судебный пристав исполнитель взыщет деньги и переведет их покупателю. Если таких средств нет, то исполнительное производство будет окончено без реального исполнения. Как говорят юристы, обычно подобными продажами промышляют фирмы-однодневки. Открылись на месяц, продали, что нужно, закрылись. Сейчас вот такие цифровые реле продает фирма из Москвы. Расположено в этом здании. Проезд электродный 16. ООО «Энерготехбезопасность» зарегистрировано в конце 2018 года. Рейтинг организации указан как низкий. Вкладка риски помечена красным восклицательным знаком. Однако представители «Энерготехбезопасности» говорят, что деньги вернуть готовы. И якобы даже возвращают. В товарном чеке указан адрес для корреспонденции, абонентский ящик, номер 43, индекс 10904. Пожалуйста, письмо с претензией в течение 14 рабочих дней с момента продажи отправляйте. Юридический отдел рассмотрит вашу пенсию, но и сделает уже выбрать. Сотрудница добавила, что вернуть деньги, дескать, вполне реально. Якобы в 90% случаев эту статистику проверить мы не можем. А то, что можем, модели самих цифровых реле. И что продали их пенсионерам с полутора тысячной процентной накруткой. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, МВД России по Рязанской области рекомендуют не впускать неизвестных в свое жилище. Тщательно проверять документы сотрудников жилинспекции и иных коммунальных служб. Уже на момент написания материала с нами вновь связался Владимир Кейлин. Сообщил, что полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Причина, говорит пенсионер, фирма находится не в Рязани. И правда, придется теперь добиваться только через суд. Мы будем следить за развитием ситуации. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Диалог с банком. Лучшее решение, если вы по какой-то причине не можете платить по кредиту. Так считают сами банкиры. Для особо ответственных у них есть отдельное предложение – кредитные каникулы. Это, конечно, не отмена платежей, а скорее их перенос на нужную вам дату. Тем более их можно прервать в любой момент или погасить долг досрочно. Долг по кредитам в нынешних условиях для многих как тяжелая гиря для пловца, которая тянет все глубже на дно. Понимая это, Федеральный Центр объявил о старте компании кредитные каникулы. Это период сроком до полугода, когда заемщик может не платить по кредиту вообще или уменьшить размер ежемесячных платежей до приемливого уровня. Физические лица ими могут воспользоваться, если их доход упал более чем на 30%. Единственное, это, конечно же, нужно подтвердить. Подтвердить это можно документально с помощью справки от работодателя, справки из налоговой. Возможно, это какой-то длительный больничный, его тоже можно представить, соответственно, потери дохода. Это может быть, если увольнение, это справка с биржи о том, что вы трудоустроились на биржу. Кредитные каникулы можно получить по всем кредитам, заключенным до 1 марта 2022 года. Льготный период будет составлять до 6 месяцев. Во время этого льготного периода прекращается начисление всех штрафов, пении и других неустойок. Между кредитными и ипотечными каникулами есть большая разница. Ипотечные каникулы – это отсрочка платежей только для ипотеки. Кредитные каникулы предоставляются по нескольким видам займа. Главное условие – снижение дохода. Если это подтверждено документами, то банк не может отказать в каникулах. Что касается ипотечных каникул, то решение принимает банк, исходя из жизненной ситуации заемщика. Получить их можно не только при снижении дохода, но и, например, при длительном лечении или потере работы. Если вдруг человек не подходит под условия закона о кредитных каникулах, тогда, в принципе, можно обратиться в кредитную организацию, в которой вы брали этот кредит. И кредитная организация может оформить вам реструктуризацию вашего долга по собственным программам. Такое тоже есть. Что по статистике на сегодня в Рязанской области? Физические лица клиенты банков, заемщики банков, оформили 286 договоров. Изменение условий 286 договоров на сумму 128,5 миллионов рублей. В общем, если вы потеряли работу или лишились значительной части заработка, то это не повод для паники. Стоит всего лишь обратиться в банк, и там вам предложат выход из ситуации, наиболее комфортной для вас. Ведь задержки и невыплаты влияют на кредитную историю. Ее оценивают при выдаче новых заемных средств, оформлении полюсов и иногда при трудоустройстве на работу. Поэтому даже в непростой жизненной ситуации необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить статус ответственного заемщика. Тем более сегодня, когда кредиторы готовы идти навстречу. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом все новости к пятнице. Коллектив телекомпании поздравляет вас с Днем России. Желаем вам насыщенных праздничных выходных. А я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова